Всем мираба! Меня зовут Таня Минт, и мое турецкое утро начинается, конечно же, с настоящего турецкого чая и настоящего турецкого завтрака. Он просто огромный, ташикуляр. Я не представляю, как я сейчас буду его есть, но я обязательно попробую все, все вам покажу и все расскажу, что обычно сюда входит. Это очень вкусно и очень красиво, как вы видите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Обязательная составляющая настоящего турецкого завтрака это мини-мен и куй-мак. Это два очень интересных и вкусных блюда. Их можно есть как самостоятельно, так и, например, с хлебом. мини-мен это что-то наподобие яичницы, но она здесь взбита, то есть яйца взбиты. Здесь добавлен сыр, очень много сыра, помидоры и перец. Да, и это все здесь, и это называется мини-мен. Не мини-мен. Может быть. Это просто у меня, наверное, мой акцент меня выдает. Это мини-мен. Вот. А это куй-мак, как я уже сказала. Это сделано блюдо на основе, как я поняла, муки и сыра. Поэтому она прям, я просто плохо ее хватаю. Я уже обожглась, поэтому я не буду больше сковородочку трогать. Вы меня уж извините. Да. Вот. И она прям вот так вот тянется, видите, вот за счет того, что здесь очень-очень много сыра. Вот. Ее можно кушать просто так. Кстати, еще можно туда добавлять варенье, мед, можно есть с хлебом, с пончиками, которые здесь есть, то есть с чем угодно. Можно вообще любые вариации этого блюда использовать. Ну что, попробуем мини-мен. Мне нужен хлебушек. Подашь мне, Сережа, хлебушек. Для вас три вида хлеба. О, да, 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 да. С орехами белый и серый. О, круто. Так я возьму с орехами. Пожалуйста. Класс. Да, кстати, прям орешки-орешки. Прям их тут много. Берем вот так вот хлебушек. Положу сюда квакра. И вот так вот зачерпываем этот мини-мен. Он, наверное, очень горячий, потому что его только что принесли. Угу. Это очень вкусно. Я попробую еще. С вашего позволения. Это вообще просто обалдеть. Это просто обалдеть, как вкусно. Это очень вкусно. Для любителей овощей свежих. Ну как свежих? Они уже, конечно, приготовлены, но когда-то они были свежие. Для любителей. Сыра, помидоры, блюд из яиц. Потому что я вот яйца люблю практически в любом виде. Это просто обалденно. Я прям очень рекомендую. Но вот эти два блюда, они всегда обязательно входят в турецкий завтрак. Поэтому вы их не пропустите, если будете пробовать завтрак в Турции. Теперь приступим к куймаку. Как я уже говорила, это блюдо можно есть как самостоятельно, так добавлять туда варенье, сыр, мед, все, что вам нравится. Еще я слышала то, что это блюдо используют для приготовления какой-то выпечки, добавляют в тесто. Попробуем с хлебушком. Сколько здесь сыра. Это вообще практически один сыр как будто бы. Это просто обалденно. Еще вот этот хлеб с орехами, он придает такой вкус. Теперь вы понимаете, да, почему я в принципе люблю завтраки. А настоящие турецкие уж точно. Дополнительно к завтраку мы еще заказали несколько видов пиде. Вот сейчас передо мной пиде ассорти. Здесь сыр, бастурма, колбаса, мясо, овощи, ну да, сыр, конечно же, оливковое масло. Это должно быть очень вкусно. Ооо, тянется прям, класс. Еще есть остренький перчик, я чувствую немножко остроты. Да, вкусно, очень вкусно, очень-очень, она еще такая горячая. Это вообще идеально. Сережа, тебе тоже надо будет попробовать обязательно. Вот, вот это пиде ассорти. Кстати, такая пиде, в принципе, одному человеку вообще ее можно заказать как самостоятельное блюдо. Пиде вот с чаем и все, и просто наешься. Это как пицца. Можно сказать, это наподобие пиццы, только она турецкая. Немножко отличается тесто, но она офигенно вкусная. Главное есть ее горячей. Можно тушить тесто? Да, конечно. Ты что, снимаешь? Как бедный раб Сереж просит налить ему чай на съемки. Потому что Таня все время ест. А бедный Сережа даже чай попить не может. Вот это блюдо, это жареная говядина. Она в завтрак не входит, мы его заказали дополнительно, чтобы попробовать. В завтрак еще обязательно входят мизешки. Это такие закусочки, которые как бы подаются бесплатно к столу. Они, в принципе, не только к завтраку идут, а вообще ко многим блюдам. То есть, когда вы заказываете какие-то мясные блюда, иногда даже пиде, к ним подаются мизе. Вот здесь в виде мизешек, а вот, кстати, здесь очень много разных оливок. Обычные стандартные зеленые и черные с косточкой. И есть еще нарезанные в каком-то соусе. Иногда они бывают островатые. То есть, это уже зависит от подачи. Вот. Все время еще к завтраку идет много разных видов сыра. Здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 видов сыра. Прикольно. Сейчас тоже их все попробуем. Я уже посмотрела, и мне особенно некоторые прям на вид очень-очень понравились. Я их еще не ела. Так, вот это мизе, я ее, кажется, уже знаю. Это вообще, наверное, моя любимая закусочка мизе. Это морковь. Морковь в йогурте. Да, это она. Я ее просто обожаю. В общем, это вареная морковь. Или жареная, не знаю, такая она мягкая. В оливковом масле. И сюда добавлен йогурт. И еще зеленушка. Это вообще, я не знаю, для меня это прям вообще сказочно. Очень вкусно. Очень вкусная мизешка. Я ее прям могу есть. Просто так прям ложкой. И все. Вкуснотище. Еще к мизешкам. Обычно относятся вот такие вот долма. В общем, это, по сути, обычная долма. Правда, вроде как, когда я спрашивала у официанта, мне сказали, что это оливковые листья. Ну, не знаю. Я просто сильно не разбираюсь. Обычно, вроде как, долма делается из виноградных. Но мне сказали, что это оливковые. Не знаю. Возможно, переводчик так перевел, потому что... Оливковые листья, но такого размера. Внутри оливки. Да? Оливковые листья. Оливковые листья. А, а я же... Ну, в переводчике же был оливковые листья. Да. Ну, короче, вот... Так как куриные ребры. Да, кстати, вообще, турецкое меню, это... Перевод турецкого меню, это, конечно, отдельный вид какого-то искусства, потому что тут такие дикие переводы иногда бывают. Вообщем, это мизе долма. Виноградный, значит, тогда, как мы выяснили, листья, внутри рис. С оливками. С оливками. Рис с оливками. И с чем? Масло жарит. Да. Ну, масло здесь везде добавляют оливковое, это очень круто. То, что я его прям очень люблю, я его могу прям вот ложками просто пить. Оно еще и полезное, к тому же. Ты когда здесь прогуливаешься по пляжу, даже вдоль моря или вдоль домиков, здесь все время растут какие-нибудь деревья. Или хурма, или оливки, или апельсины, или лимоны. Это вообще так круто, особенно для нас. Идешь и не понимаешь, как бы, почему они здесь растут, их никто вообще совершенно не собирает, они просто валяются все внизу и пропадают там в итоге. Наверное, для красоты. Ну что, попробуем говядину турецкую. Здесь обычно кладут ложечку для того, чтобы каждый положил себе тарелочку. Но я просто попробую из общей тарелочки. Я думаю, Сережа, ты не против. Мясо готовят здесь офигенно. Это просто очень круто. Вот такое мясо бы в шаурму. Вообще было бы классно. Вообще, турецкие завтраки мне очень нравятся своим разнообразием, потому что здесь очень много разных блюд, и все их можно вместе сочетать. Есть их просто одно с другим, и все это будет вместе круто. Это и по отдельности круто, и вместе круто, поэтому я, в принципе, так всегда и ем. Может быть, я как-то делаю неправильно, но я об этом не знаю, потому что мне очень вкусно, и вам советую есть так же. Как подогреть? Я тут забыла. Что-то там. Это мы так учим турецкий. Как подогреть? Может, сделай пшш. 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 Горячо, горячо. Так, ну что, попробуем колбаску, который мы заказали дополнительно. Еще здесь есть очень вкусные грибочки. Это обычные шампиньоны, но с ними сыр, я вижу, и какие-то специи. Зеленушки и что-то красненькое. Может быть, перец. Попробуем. Попробуем колбасочку турецкую. Наверное, классно ее с омлетиком было бы скушать вместе. Ну, кстати, нормальная колбаса. Я не любитель, но вот именно вот эта колбаса жареная. Нормальная? Как в детстве. Да? Как в детстве, действительно. Здесь есть как раз, кстати, омлетик. Ой, омлетик. Глазу необычное, стандартное. А вот это минимен. Ну, что-то наподобие омлета, помните, я рассказывала. Мне кажется, вместе с этим это будет просто идеальное сочетание. И как раз здесь грибочки. Грибочки с сыром. В оливковом масле все. Сыра много. Вообще, вот он прям тянется, тянется. Прям вообще класс. Круто! Интересно, слышно? Как там хрум-хрум-хрум. На самом деле, это просто идеально. Что для утра, что для обеда, что для ужина. Просто сидишь здесь, смотришь на залив. Туда, вот на море, если сесть, получается, в обратную сторону. Вот вообще замечательно. Чайки летают. Классно. Пьешь себе турецкий чай настоящий. Я, кстати, почему именно подчеркиваю все время настоящий турецкий чай. Именно настоящий турецкий завтрак. Потому что недавно мы были в Стамбуле. Рассказать, Сереж, про этот завтрак в Стамбуле. В общем, мы были в Стамбуле. Устроились в очень красивом месте с видом на Босфор. Да можно сказать, прямо на нем мы и были. Прям на Босфоре. Да, да, да. Вот. Выбрали вот это место для завтрака, потому что был шикарный вид просто. Просто нам казалось идеально все. Людей достаточно много. И мы не могли даже подумать, что вместо вот такого шикарного турецкого завтрака, настоящего, заметьте, нас встретит какой-то очень маленький скромный завтрак без каких-то вообще дополнительных вещей. То есть там было просто минимальное какое-то... Мы, по-моему, даже это не сняли вообще просто. Потому что мы даже не хотели, на самом деле, не расстраиваться ничего. Быстренько перекусили и побежали дальше гулять под достопримечательностями. А так это, конечно, был совсем не тот настоящий турецкий завтрак, который должен встретить любого туриста в Стамбуле или вообще в любом городе в Турции. Потому что турецкий завтрак, он как раз открывает вот это вот гостеприимство и вот этот вкус Турции. И если ты не попробовал вот в таком виде вот этот завтрак, не попробовал вот эти вот местные пидеи, мясо и вот эти аутентичные блюда, то вкус Турции, конечно же, будет немножко искажен и, можно так сказать, не совсем полным. Кстати, чаи здесь очень крепкие. Вот это вот отличительная черта турецкого чая, что он очень крепкий. Я, например, крепкий чай не пью достаточно редко. Кто пьет некрепкий, прям можете в два-три раза смело его разбавлять. А кто любит прям крепкий, то вам это просто зайдет отлично, просто отлично. Ну что ж, мы сделали здесь небольшую перестановочку. Еще я немножко замерзла, потому что погода у нас немножечко подпортилась и стало прохладно. А еще мы пришли сюда самым ранним утром в будний день для того, чтобы снять вот этот весь завтрак для вас без людей. Ну или с минимальным количеством. Потому что в выходные дни, например, начиная с пятницы, то что вот эта веранда работает в пятницу, субботу и воскресенье, здесь просто невозможно пробиться. Зарезервировать ее тоже невозможно. Поэтому, если вы хотите попасть сюда на завтрак, нужно приходить немножечко пораньше. Потому что желающих очень-очень много. Вот турецкий завтрак в печка очень популярный среди местных жителей и русскоязычных ребят. Поэтому, если вы хотите его попробовать, вам обязательно нужно это сделать. Но постарайтесь прийти чуть-чуть пораньше, ну либо живая очередь. Вот. Дальше. Что? Приступим. Про овощи надо сказать. Да, кстати. Да, да, да. Обязательно атрибут турецкого завтрака — это овощи свежие. Их прям вот обязательно здесь приносят. Всегда-всегда-всегда. Как я говорила, здесь картошечка фри, сосисочки и вот такие вот палочки из теста. Насколько я помню, в них должен быть сыр. Да. В них сыр с зеленью. Сыр такой турецкий, похожий на творог, но это не творог. Это что-то среднее между сыром и нашим творогом. Тоже очень, кстати, вкусный. Вкуснотичка. Можно, кстати, маслица добавить. Или еще, знаете, у них есть такое блюдо, жирные сливки называется. Вот этот вот белый кусочек, он похож на мягкий сыр, но на самом деле это просто очень-очень жирные сливки. Это очень вкусно, я их тоже могу прям ложкой есть. А если еще и с медом? Вообще. Песня. Так что, попробуем сырок и все такое. Вот такие здесь маленькие круглые сырки, похожие на моцареллу, типа мини-моцарелла. Вот этот сырок мы с тобой, Сереж, сразу приметили, да? Такой тверденький сыр, ну как, относительно твердый, с зеленью. С зеленью мы прям любим все. Сыр и с зеленью обычно очень-очень вкусные. Вот этот вот тоже интересный какой-то сырок, почему-то он посыпан черным кунжутом. Видимо, такая подача у него. Ну, он так все решает, скажем, золотый. Он довольно желтенький. Похож на пашихонский, действительно. Яркого вкуса у сыра нет, но оно, если честно, похоже, знаете, на такой домашний. Домашний сыр. Угу. Домашний сырок. Вы видите, как я люблю сыр. Я могу просто есть его друг за другом, просто без остановки. Для меня это прекрасный прием пищи. Оливочки. Вот эти вот, кстати, здесь всегда подаются нарезанные оливочки. Обычно они плавают в таком маслице и бывают остренькие. Нет, не остренькие, просто вкусные. Оливки стандартные. С косточкой. И вот эта вот паста очень интересная. Это смесь помидора, перцев и каких-то орехов. Каких, если честно, я на вкус не понимаю. Это не острое. Ну, прям ярко выраженный вкус. Помидоров. Даже какая-то зеленушка там есть. О, кстати. Вот это вот семит. Вот эти вот булочки. Я их просто обожаю. Самые вкусные, по моему мнению, были в Стамбуле. Причем я запомнила прямо именно одно место, в котором нам понравилось больше всего их пробовать. И вот эти вот на вид очень-очень похожи. Я сейчас их попробую. Мы сделаем, наверное, маленькую перестановочку и приблизим к нам уже какие-то сладости. Потому что здесь еще есть пончики. И сейчас это все вместе попробуем. Честно, я не знаю, чем мы руководствовались, когда заказывали такое большое количество. Но я думаю, что это все не зря. Потому что мы очень хотели вам показать, как именно в этом месте готовят турецкие завтраки. И что вообще на нем может быть. Для того, чтобы когда вы пойдете куда-то, вы понимали, чего у вас, возможно, не хватает. Или, ну, вдруг у вас что-то там дополнительное было. Поэтому обязательно это напишите в комментариях. Мне очень интересно. Потому что пока лучший завтрак в Самсоне я видела именно здесь. Еще мы дополнительно заказали два вида пиде. Да, ведь это же пиде тоже называется, кажется. Вот этот с сыром. С сыром и с кремом. Крем наподобие йогурта и сыра, что-то вот среднее. В общем, какой-то крем с зеленушкой и сыром. Потом, немного не подумав, мы заказали пиде с мясом. Но забыли учесть то, что мы мясо не едим. А в Турции, в принципе, очень часто мясные блюда... Лук не едим. Мясо еще как-то. Давай еще раз. Еще раз. Нет, зачем еще раз? Тогда ладно. Я думаю, да, вы меня поняли. В общем, мясо мы едим, мы не едим лук. И мы это не учли и забыли сказать, попросить сделать без лука. Поэтому, если вы тоже не любите лук, то просите, в общем, без лука. Все ради контента. Да, все ради контента. Я ради вас пробую эту пиде с луком. Да, нормально. Очень даже вкусно. Я вообще не знаю, как это можно все съесть. Но это очень вкусно. И хочется есть, я говорю, вот прям все вместе. То есть, вот это, вот это. Хочется вообще, не знаю, каким-то сыром еще закусить. Оливкой. То есть, это вот настолько такая атмосфера вот этого турецкого завтрака, что она тебя заставляет попробовать это все, съесть это все. Это просто волшебно. Просто волшебно. И о калориях мы здесь не думаем. А все почему? Здесь, конечно, могла быть ваша реклама, но на самом деле еда, которая приготовлена с любовью, вкусная и красивая, калорий, как мы знаем, много не приносит с собой. Это какой-то, ой, это какой-то рулетик. Это рулетик? А с чем? Он похож по вкусу на маковый рулетик, но это не маковый рулетик. Сверху орехи, внутри как-будто тоже орехи молотые, но здесь что-то еще есть. На вкус как мак, но это не мак. Мак-то черненький, да? Да. А мак бывает светлый? Нет. Вот тоже такие зернышки, и они светлые. Если вы когда-нибудь пробовали такой рулетик в Турции, то, не знаю, поделитесь что ли со мной, расскажите, что это такое, потому что на вкус это маковый рулетик, но это не он, и это очень-очень вкусно. И на этот маковый рулетик давайте еще добавим фундучную шоколадную пасту. Это паста типа нутеллы, но она либо местного производства, или они его сами делают прямо в заведениях своих. Еще есть у них фундучная белая паста. Эту я тоже просто обожаю. Это типа как нутелла, только она не шоколадная, то есть без какао. Это просто вкуснотища. Это обалденно. Это просто обалдеть. Кончики обычные, без всего. В принципе, кстати, немножко есть дырочка, и можно прямо в нее что-то, мне кажется, прям залить. Да, попробуем в этот пончик залить варенье с вишней. Вишне джем. Вишне джем. Вот так будет на турецком. Варенье с вишней. И все это вот сидишь с этим джемом, джемом, пончиками. Пьешь этот чай опять. Вот у меня вид на залив. Сзади море. Вид тоже чудесный. Тут чайки, кстати, мимо пролетают. Мне кажется, если я вот так вот высуну руку с этим пончиком, они прям подлетят и отберут у меня его просто. Ну, причем неважно с какой начинкой. Однажды чайки. Я не знаю, кто ты видел или нет, это у меня в сториз. В общем, однажды чайки напали на Сережу. Когда он шел с кебабом, ну что-то типа шаурмы, по пляжу, они просто над ним скопились. Наверху просто огромной кучей. Он начал от них убегать, они бежали за ним. И, в общем, ему пришлось часть вот этой булочки кидать им в воздух, чтобы они от него отстали. Теперь попробуем джем с челеком. Челек – это клубника. Попробуем семинтик. Вообще вся выпечка в Турции очень-очень вкусная. Все, кто вот сейчас приехал сюда жить, все отмечают, что очень-очень вкусный хлеб. И, ну, вся-вся-вся выпечка. Вот это вот жирные сливки. Видите, они как бы по консистенции, как что-то между мягким сыром и сливками. Но это… Это именно сливки. Приезжайте в Турцию. Проведем вам здесь мини-экскурсию. Накормим офигенными турецкими завтраками. Чувствую себя, как какой-то мукбанг-блогер, который просто сидит и ест, ест, ест. Кстати, когда сейчас закончится съемка, мы ведь реально это все будем есть. Я не знаю, сможем ли мы съесть все. Вряд ли. Ну, понадкусывать сможем. Да. Понадкусывать точно сможем. Ну, вот как вы вообще считаете, как вы считаете, на какое количество людей может хватить этого завтрака? Вот я считаю, что на такой завтрак можно смело приходить шестером. Просто вот шесть человек собираются приходить на этот завтрак с этим шикарным видом. Кстати, чай обычно приносит здесь безлимитно. В общем, я пойду кормить Сережу, потому что он смотрит на меня голодными глазами. И давайте на прощание выучим несколько турецких слов. Челек – это клубника. Вишня – это вишня. Бардак – это стаканчик чая. Всем ташекуляр. До лайки и просмотра. Горюшурус в следующих видео. В общем, нам очень нравится печь кофе Рын, потому что здесь еще есть на втором этаже вот этот замечательный магазинчик. Здесь можно купить подарочные наборы конфеты, шоколада. Здесь есть магазинчик, в котором можно как раз купить все сыры, которые были на завтраке. На развед всякие разные пасты. Здесь куча-куча разных конфет. Они все такие красивые, в классных упаковках. Даже какие-то с детскими типа сосками или что-то типа того есть. Здесь очень много разных пирожных. Они такие все классные, просто красивые. Я их использую, кстати, для фотосессий. Особенно на день рождения вообще выглядит очень эффектно, классно. В гости тоже, когда, кстати, ходим. И друзья к нам приходят. Постоянно берем здесь тортики. Это тоже очень вкусно. Вот. Подарочков здесь прям, ну, море, короче. На любой вкус. Орехи, орехи в шоколаде, пахлавы. Здесь просто море. Я не знаю, на самом деле, по сути, может быть, она называется не совсем пахлава. Но для меня это все пахлава. Я ее прекрасно ем, она вся с орехами. Морковный тортик, кстати, здесь есть. Здесь вообще огромное, просто гигантское количество разнообразной выпечки, разных печеньев, пирожных, тортов, десертов. Это просто какой-то рай для сладкоежки, для такой, как я. И все, кто любит сладости, я думаю, прям тоже заценят и магазины, и заведения само в целом. А, еще, кстати, мы здесь берем хлебушек. Тоже очень-очень классный. Здесь, конечно, нет какого-нибудь, например, привычного для нас бородинского. Но, тем не менее, он тоже здесь разнообразный. С семечками, с орехами, с овсяночкой, с оливками есть. Кстати, тоже классный. Мы, наверное, попробовали уже вообще. Каждый здесь по разу брали точно. Вот здесь вот, посмотрите, как здесь классно гостеприимно. Выходит, получается, сам прям вот повар. То есть он сам готовит вот эту выпечку и сам выходит прям к гостям, что-то предлагает, рассказывает. То есть вот это мне очень нравится, когда открытая кухня, когда все открыто, ничего не скрывается. Вот он подошел сейчас к женщинам, показал им этот хлеб, предложил. И вот сам лично все укладывает. Вот в такие красивые пакетики. Короче, здесь не только вкусно, красиво. Ну и вообще, в принципе, очень все эстетично, приятно. Приятно заходить сюда. Вау. Да, иду. Ооо, шикарный. Он пахнет. Кстати, чем-то похож по запаху на бородинский, но не прям такой вот жесткий, как наш. Но что-то такое есть. В заведении не удалось остаться незамечено. Вы видели, что я снимаю. И я с удовольствием рассказала то, что я снимаю обзор и то, что уже на самом деле давно рекомендую это заведение. Вот. И мне достали с полочки показать вот такой вот классный красивый набор, потому что я поинтересовалась, что это такое. Выглядит, согласитесь, очень эффектно. И, в общем, внутри оказывается куча-куча много маленьких шоколадочек. И, видимо, скорее всего, орехи в шоколаде, покрытые золотой какой-то штучкой или серебряной. В общем, это очень красивые подарки. В такой шкатулке очень тяжелой. Вот это прям настоящий турецкий стиль. Мне кажется, просто я такие видела в кино во время, типа, турецких свадеб или каких-то праздников. Я так понимаю, вот это вот дарят. Это очень красиво, согласитесь. И прям вообще настоящий турецкий стиль. Красота вообще. А вкусно теперь как?